Всем привет дорогие друзья! С вами Людмила Мандель и проект EnglishDrive.ru Ну что же, сегодня я решила снова пообщаться с вами в таком формате скринкаста и хочу поговорить сегодня об аудировании. Почему именно об аудировании? По признанию многих подписчиков моих, аудирование это один из самых сложных навыков. Ну я думаю, что я не открыла для вас Америку, вы и сами по себе скорее всего знаете, что слышать и воспринимать англоязычную речь на слух это тяжело. И для того, чтобы прокачать этот навык, нужно много чего задействовать. Это не просто отдельный навык, он требует комплексных усилий. Но сегодня я вам хотела бы обратить ваше внимание на два момента, которые абсолютно точно необходимы для того, чтобы вы научились слышать и понимать англоязычную речь. И первое, что необходимо и первое, чего не хватает моим подписчикам многим, потому что со многими я беседовала, многим задавала конкретные вопросы и получала на них конкретные ответы. Поэтому я могу говорить уже основываясь на собственном опыте. Чего не хватает многим? Многим не хватает англоязычного потока, точнее потока англоязычной речи. Вы видите мой рабочий стол, здесь картинка с водопадом. Вот именно так должно быть, именно столько. То есть, чтобы научиться слышать, необходимо слушать фоном, слушать потоком англоязычную речь. Не нужно записывать, что вы слышите, не нужно вслушиваться, не нужно пытаться всё понять, каждое слово, не нужно расстраиваться, что вы ничего не понимаете, или понимаете мало, или понимаете недостаточно. Просто слушать фоном. Вот первое, что нужно сделать, это обеспечить себе большое количество слушания. Вот если у вас этого нет, если вам навык аудирования, ну, очень сильно нужен, если вы хотите научиться понимать своих англоязычных коллег, понимать своих партнёров по практике, да, например, англоязычных, ну, не важно. Если вы хотите научиться понимать сериалы, фильмы и так далее, то это нужно сделать, нужно обеспечить себе поток, как такую, скажем так, вашу собственную ленту, что вы будете слушать круглый день, каждый день, для того, чтобы прокачать своё ухо. Вот если у вас этого нет, как минимум, я всегда говорю, как минимум, это час в день. Ну, это самый минимум, друзья мои. Если вы хотите лучше слышать, то это должно быть больше. Сколько больше, уже смотрите по своему распорядку. Ну, это самое важное. Что можно слушать потоком, об этом поговорим чуть позже, да, но самое главное, обеспечьте себе количество. И второй важный момент, о котором я хотела бы сказать сегодня, и, на мой взгляд, он очень-очень важен, и многие упускают его из виду. Можно, например, выстроить свой поток англоязычной речи, да, о котором я сказала вам уже, из какого-то одного источника, да. Скажем, любите вы какой-то сериал, вот, включили его, и пускай он фоном разговаривает, день и ночь, день и ночь. Ну, то есть, только один сериал. Вот это уже плохая идея. Если вы хотите научиться понимать разных людей, с разными акцентами, с разной манерой говорить, произносить одни и те же слова, то, соответственно, вы должны разнообразить свой поток. Ваш поток не должен быть однообразным. Он не должен состоять из одного лишь источника. Вы должны включать в него вот этот поток. Подумайте, что, ну, так, чтобы это были разные источники, разные форматы, чтобы это были монологии, диалогии, какие-то телешоу, сериалы, отдельные фильмы, подкасты, все, что угодно. Но даже если вы никогда не слушали, например, там, подкасты, даже если вы никогда не слушали, никогда не смотрели англоязычных сериалов, да, включайте их в свой поток. Иногда мои студенты, точнее, подписчики на вебинарах мне спрашивают, Людмила, что толку-то слушать, я ж ничего не понимаю. Не, мне это не подходит. Это неверный вам, неверный подход, друзья мои. Знаете, это вот такой замкнутый круг. Я ничего не понимаю, поэтому не слушаю, а я немножко продолжу. Вы потому и не понимаете, что не слушаете. Как только начнете слушать, то начнете потихонечку понимать. Это не значит, что через пару дней у вас прям отрастет вот такое ухо, и вы начнете все слышать. Нет, конечно. Но если вы этого не будете делать, то вы не прокачаете навык аудирования. Скорее всего, никогда. В той степени, в которой вам нужно. Вот такая история. То есть, итог, прежде чем мы перейдем к видеообзору сайта, который вполне может стать одним из источников вашего потока, я еще раз подведу итог. Итак, для того, чтобы прокачать навыки аудирования, первое, что вам нужно, это выстроить свой поток англоязычной речи. Ее должно быть очень много, как минимум один час в день. И второе, это сделать так, чтобы ваш англоязычный поток был разнообразным, чтобы он включал в себя разные по жанру и формату материалы. И если вы прониклись этой идеей, если вы хотите что-то послушать фоном, если вы хотите начать формировать свой англоязычный поток уже сегодня, то у меня для вас есть прекрасная идея. Я своим студентам частенько говорю про то, что нужно слушать радио. На самом деле, это самый простой способ. И в свое время я слушала радио очень много, часами просто. Как только появилась такая техническая возможность, и она не всегда была, поэтому как только она появилась, я начала слушать радио часами. Да, я переключала канал, и когда-то оно надоедало. Это, кстати, еще одна причина, по которой поток нужно разнообразить, чтобы не надоедало, чтобы вы не уставали. И именно поэтому я сегодня решила сделать видеообзор сайта BBC. Я очень часто говорила своим студентам, что вот надо слушать BBC, вот этот сайт, адрес bbc.com, bbc.co.uk, оба адреса, по обоим адресам один и тот же сайт. Очень часто я говорила своим студентам, слушайте радио BBC, и порой сталкивалась с тем, что студенты заходят вот на этот сайт, который даже сайтом трудно назвать, на самом деле это огромный портал, который включает в себя несколько десятков таких полноценных тематических сайтов. Вот, они заходят на этот портал и теряются картинки, статьи, какие-то рубрики, в каждую рубрику зайдешь, там еще вагон всего. И именно поэтому я сегодня решила вам немножечко рассказать об этом сайте и показать, как пользоваться им для того, чтобы сформировать свой англоязычный поток. Итак, как только вы зайдете на сайт bbc.com, вы попадете на вот такой, ну, прежде всего идет новостной блок, да, вы видите, что вот здесь есть рубрики, они отличаются по цвету. News, Sport, Weather, Earth, Future, Sharp, TV, Radio, More. Причем вот эти вкладочки, кстати говоря, они у вас могут быть другими. Вот если вы сейчас перейдете впервые на этот сайт и никуда не кликали, то у вас вот эти вкладочки будут, скорее всего, другими. Их будет меньше, они будут другими. Почему? Потому что сайт запоминает, по каким вкладкам вы ходили, и те, к которым вы чаще всего обращаетесь, они вот будут отображаться именно здесь. Ну, некоторые закреплены, такой как News, да, раздел, а вот те, как бы, альтернативные, да, те, которые спрятаны обычно в More, вот в этой вкладочке, они появляются в главной, в главной, вот в этой панели, только после того, как вы несколько раз кликните, кликните по ним. Вот смотрите, очень интересно сделано, каждая рубрика обозначена своим цветом, да, новости красным обозначены, то есть если мы зайдем в раздел News, мы увидим текущие новости, что произошло в мире, да, вот здесь есть различные рубрики, уже под рубрики, да, под рубрики в новостном блоке, мы не будем на нем сильно останавливаться, сразу скажу, что видеопрограммы, вот у меня, по крайней мере, не проигрываются, в России проблемы с воспроизведением их видеоконтента, вот, то есть именно с воспроизведением видео проблемы, но на самом деле видео у меня здесь даже и мало волновало, поэтому я не вижу в этом никакой проблемы, то есть вот она рубрика News, можете покликать по вот этим рубрикам, походить, посмотреть, что здесь предлагается, затем, следующая рубрика, рубрика спорт, да, зайдите, видите, шапка обозначена желтым, да, чтобы вы понимали, где вы находитесь, вы сейчас вот в этом разделе, вы ушли из раздела News, из красного, и перешли в раздел спорт, вот здесь можно почитать статьи на тему спорта, то есть пользование этим сайтом бесплатное, абсолютно, поэтому нет проблем, регистрироваться не нужно, я вот даже не зарегистрирована на нем, я, он не требует регистрации, поэтому очень удобно, то есть если вам интересна тема спорта, можете зайти в рубрику, посмотреть, какие статьи здесь присутствуют в наличии, что-то почитать, перевести, и статей очень много, хороший, хороший британский, английский, рубрика погода, вот она, видите, голубым цветом обозначена, рубрика есть future, про будущее, интересные какие-то научные исследования, очень интересные статьи, классная рубрика, рубрика travel, да, тоже интересные статейки здесь даны, вот где-то, где-то можно встроить на видео, да, очень красивые картинки, вот, например, интересная статья, 50 reasons to love the world, вот, очень качественные, очень качественные материалы, вот, то есть просто даже чтиво, даже если вам неохота подбирать там себе книгу, например, ведь читать что-то нужно постоянно, читать постоянно, слушать постоянно, да, вот если вам неохота подбирать себе книгу, то вы можете всегда зайти на сайт BBC и походить, найти себе что-то по интересам, можно, если, например, вы хотите что-то конкретное, там, ну, что-нибудь там, хочу что-нибудь смешное, да, вбиваете, например, там, слово funny, funny, и он вам выдаст те статьи, которые содержат, в названии которых содержится слово funny, вот, смотрите, нашли они, вот, 35 совпадений, вот, 15 причин любить Копенгаген и так далее, то есть вот они, вот они, статьи очень-очень много, вот, kind of traveler, are you, например, квиз, можно здесь выполнить, очень интересно, вот, то есть вы можете здесь и походить по тем рубрикам, которые уже даны, да, вот они все, мы по ним, по всем сейчас ходить не будем, остановимся на одной, и можете уже вот здесь в поиске забить то, что вам, про что вам хочется, может быть, вам хочется про фитнес, почему это важно, важно читать то, о чем хочется узнать, если вам интересен спорт и фитнес, вот забейте фитнес, там, там, да, или там, что угодно, кроссфит, то есть вот то, что вас интересует, интересно вам психология, пожалуйста, забивайте сюда psychology, на английском, разумеется, и сайт найдет то, что вам будет, скорее всего, интересно, поэтому чтивы здесь предостаточно, статьи не очень объемные, читать интересно их, работать с ними очень интересно, поэтому советую, что еще, какая рубрика, какие рубрики нравятся мне здесь, интересная рубрика travel, конечно же, интересная рубрика I wonder, да, I wonder, вот, здесь статьи очень оригинальной, в оригинальной форме представленной, ну вот давайте в какую-нибудь одну зайдем, do you know more classical music than you think, да, и статьи у них, уже как бы структурированы, да, it's all around us, вот несколько параграфов, да, чему посвящено, чему посвящен каждый абзац, то есть вот одна большая статья с названием do you know more classical music than you think, она подразделяется на несколько таких тематических блоков, да, и вот можно просто вниз проехать, и по всем этим блокам пройти, мне очень нравится такой подход, что это не просто такая простыня текста, а она разбита, и вот видите, такое шкала состояния, где вы сейчас, и куда вы идете, как далеко вам осталось до конца статьи, да, вот первый блок, вот второй блок, вот здесь даже видео есть, ну вот посмотрим, видео проиграется, нет, вот видите, что нет, контент, видео контент не отображается, не проигрывается, вот, music on screen, так, и так далее, где же вы слышали это раньше, интересно, здесь и какие-то тесты, и такие всякие вовлекающие элементы есть, в общем, работать с этой рубрикой тоже интересно, и еще мне очень нравится рубрика Capital, и здесь можно брать огромное количество статей, огромное количество статей, вот именно в таком формате, в котором их интересно изучать, и удобно изучать, вот, вот здесь лучшие статьи, да, вот здесь лучшие статьи, вы видите, смотрите, выбирайте что-то на свой вкус, вот, ну, например, вот, nap rooms, glenbad, то есть, плохо себя проявили комнаты, в которых можно подремать днем, и вот такая статья, такая в традиционной форме оформлена, картинка, текст, цитаты из статьи, самые важные мысли вынесены, очень, очень, очень даже интересно, вот эту, кстати, статью я прочитала, действительно интересно, вот, вот эту рубрику очень советую, карьера, бизнес, работа, финансы, и все, что с этим связано, но, а я, то есть, вот из этих статей, из этих печатных материалов, вы можете составить свой поток, такой поток для чтения, вот это будет очень хорошо, то есть, что-то читать нужно постоянно, это тоже одна из составляющих, нашего англоязычного потока, ну, а я вам хотела бы еще показать, про, хотел бы показать, вот этот блок радио, и, это то, то, из чего должен, то, что обязательно должен включать ваш аудиопоток, смотрите, мы зашли в категорию radio, да, и попали вот на эту красивую страничку, с вами, здесь есть несколько блоков stations, categories, features, most popular, да, вот, то есть, есть еще schedules, да, то есть, это расписание, расписание и того, каких, расписание передач, которые идут по той или иной радиостанции, если мы нажмем, нам предложат выбрать одну из радиостанций, да, например, я люблю очень радио 4, оно очень интересное, разнообразные по формату материалы, там и пьесы, там и новости, там и какие-то рассказы, очень интересно, радио, прошу любить и жаловать, и очень хорошее radio world service, очень четкий, понятный английский, вот эти вот два канала, прямо могу вам от души порекомендовать, radio 4 и radio world service, и, сейчас мы закроем эту, эту рубрику, favorites, это если вы зарегистрированы, можете сюда добавлять свои любимые передачи, вот я не зарегистрирована, поэтому у меня здесь ничего нет, затем есть еще categories, то есть это тоже блок, этот блок предлагает вам выбрать, что вам нравится, что вы хотите послушать, и тогда уже сайт отфильтрует, и покажет вам, например, что есть вот в жанре комедия, что есть вот в жанре драмы, история, музыка и так далее, вот all categories, если мы зайдем в all categories, тут будет и для детей блок, видите, comedy, drama, и еще более детальная градация идет, то есть очень-очень много всего, очень много всего, ну давайте вернемся с вами на первую страничку, на страничку радио, да, радиостанции, да, вот оно, здесь вы можете сразу перейти к какой-то станции, это самый простой способ, на самом деле, сформировать свой англоязычный поток, вот это то, как делала я, на самом деле, когда есть время, да, можно походить, побродить, что-то отфильтровать, поискать себе там что-то на свои любимые темы, но когда времени нет, и когда ты торопишься, и нужно просто, вот включите, чтобы говорила, я делаю так, вот прямо вот пара кликов, я зашла на сайт BBC, сейчас обратно не пойду, вы помните, да, что зашла на сайт BBC, зашла в раздел more, выбрала radio, и попала вот сюда, да, попала вот сюда, все, затем я нажала на станцию, stations, и выбрала радио 4, я выбираю радио 4, попадаю вот на такое окошко, вот этот блок центральный, отображает то, что сейчас в эфире, видите, listen live, on air now, то есть то, что сейчас в прямом эфире, on air now, вот, это, и смотрите, если я сейчас нажму listen live, да, если вы хотите слушать, вам надо вот сюда нажать, то он открывает, сейчас, вот он открывает вот такое окошко, отдельное окошко, оно вам даже не будет мешать, то есть оно не будет вам мешать ходить по другим сайтам, по другим, открывать другие странички, и так далее, сейчас он прогрузится, вот таким вот образом, что-то идет стереозвук, то есть, вот вы открыли, можете включать, выключать поток, вот видите, вот эта кнопочка, вот именно с помощью этой кнопочки вы оперируете, это ваше окошко, ну, что-то медленно он подгружается, вот, low-ding, да, грузится, вот, то есть это ваше окошко, из которого у вас играет радио, скажем так, вот я сейчас сделаю вот звук прям тихо-тихо, чтобы просто он у нас вот шел фоном, вот, вот допустим, вот идет фоном, и я его могу свернуть от окошка, это то, как делала я, я его просто сворачивала, а сама ходила там по другим сайтам, занималась своими делами, это если я за компьютером, если я не за компьютером, я просто включала и занималась своими делами, вот, то есть оно здесь вот в рамках, вот этого отдельного окошка, вы можете переключаться между станциями спокойно, вот, просто смотреть, что еще вам здесь предлагается на других радиостанциях, да, и походить, посмотреть, вот сейчас, например, зайдем на радио World Service, пропустила его, да, ну, вот здесь идет News Hour, здесь новости, здесь новости, Затем, смотрите, например, так, надоело нам, favorites у нас неактивно, надоело нам это слушать, эти новости, смотрим, так, что здесь еще есть сейчас, вот, ну, вот, lunchtime with Mark Patterson, ну, давайте послушаем, что здесь есть, может, что-то интересненькое, да, можете смотреть их программы, выбирать что-то по себе, переключаться между станциями, и слушать, можете ставить на паузу, можете прибавлять и убавлять громкость, и так далее, я сейчас закрою, вот, этот отдельное окошко плеера, чтобы оно нам не мешало, да, вот, но на самом деле это невероятно удобно, вот, отдельное окошко, просто сворачиваешь его и делаешь свои дела, все, отлично, то я вам расскажу еще о других возможностях, то есть это самый простой способ зайти в Stations, выбрать свою радиостанцию, и нажать Listen Live, как вы видели, и откроется отдельное окошко, если же вы вот так подходите к выбору своего потока осознанно, да, то можете забить какое-то слово, да, ну, вот я уже набирала слово Funny, это было в общем поиске по сайту, он запомнил, и давайте посмотрим, что есть в разделе радио, именно по, вот с этим словом, что есть в разделе радио, так, давайте вот так еще разочек, сейчас он подгрузится, и мы посмотрим, что же здесь есть, какие передачи у нас, вот, что, что, что есть, вот, что-то такое забавное, да, на самом деле новости, не всегда охота слушать, поэтому, ну, вот смотрите, вот, если есть вот такой значок, значит, передача доступна, записи, вот этих передач, они доступны для прослушивания публичного, только в течение, по-моему, 30 дней, а затем они убираются из свободного прослушивания, вот, дальнейшую судьбу я их не знаю, но если вот такой значок есть, розовый, значит, можно послушать что-то, да, вот это, вот это можно, эту передачу можно послушать, давайте я сейчас в отдельном окошке открою, и мы пока с вами посмотрим, что еще здесь есть, да, что-то, что-то такое смешное, забавное, вот, ну вот, например, Women's Hour, да, вот, видите, ну, они все идут, почти все, вот здесь вот недоступно, видите, нет такого значка розового, значит, вы не сможете это дело послушать, вот, Movies with Rihanna, тоже сможете послушать, ну, давайте посмотрим, что он нам предлагает, вот, Point of View, передача, и можно назвать сейчас вот сюда, и начнется звучание, смотрите, But now here's Will Self with a point of view, то есть это, nothing is funny twice, вот, интересно, видите, какая четкая речь, уже смешно, вот, то есть это, эта передача длится 9 минут 37 секунд, вот, здесь есть картинка, то есть, необычно просто плеер играет, да, вот, можно, можно, около 10 минут, да, можно посмотреть на другие эпизоды, можно скачать себе, видите, абсолютно законный значок, можно скачать себе, накачать себе таких интересных эпизодов, и послушать, ну, давайте посмотрим, какие еще здесь есть эпизоды, в этой передаче, точка зрения, вот, вот, смотрите, видите, вот это то, что в записи есть, и то, что доступно, розовый значок, значит, доступно для прослушивания, видите, интересное название, прям хочется много чего послушать, вот, поэтому берете, слушаете, скачиваете, и пожалуйста, то есть, вот, на любую мы сейчас передачу с вами нажмем, да, например, вот, можно слушать, можно скачивать себе mp3, сейчас скачивание начнется, вот, потом закачать это себе на мобильный телефон, на мобильное устройство, и все, ваш поток готов, хорошо, ну, давайте быстренько пробежимся, что здесь еще есть, вот, women's hour, women's hour, такая передача, да, вот, more episodes, можно послушать прямо здесь, child care costs, which is widely expected to win, the silent French film, the artist has picked up five, вот, вот видите, вот пошло звучание, эта уже передача длится 44 минуты, это уже поток, хорошо тебе обеспечен уже на, почти на целый час, вот, какие-то еще интересные темы тут, вот, всплывают, и так далее, опять же, можно зайти на другие эпизоды этой передачи, сейчас так и сделаем, и посмотреть, что из, какие из передачи доступны для прослушивания, вот эти не все, вот эти только запланированы, только будут, да, а вот эти вот доступны, вот, от 27 июля, 25, то есть, в течение месяца, в течение месяца, вот, для женщин, интересно, вот, family life, очень даже интересно, прямо сохраню себя, послушаю, наверное, вот, вот таким вот образом, друзья, составлять можно свой поток, из тех материалов, которые нравятся именно вам, именно вам, не просто так, но, если вам хочется, очень быстренько, что-то включить себе потоком, то заходим на радио BBC, заходим на BBC, нажимаем радио, выбираем, выбираем радиостанцию, радио 4, открывается, вот, именно страничка этой радиостанции, нажимаем listen live, и все, открывается отдельное окошко, и начинается, просто потоком, все передачи подряд, которые запланированы на этой радиостанции, на сегодняшний день, это очень удобно, немного ресурсов затрачивается, компьютерных, я имею ввиду, и в то же время, ваш поток готов, вот такое видео от меня сегодня, выстраивайте свой поток, по своему желанию, по своим интересам, и сделайте его полноводным, и обязательно, ваши навыки аудирования, прокачаются, уже в ближайшие месяцы, ну, а на этом сегодня все, с вами была Людмила Мандель, и услышимся в следующем видео, всем пока!